Это праздник, стеною на лесках. Мелодии Победы звучат сегодня повсюду. Праздник состоялся даже несмотря на коронавирусные ограничения. И пусть в этом году ветеранов нет на площади революции, творческий десант прибывает героям войны прямо к подъезду. Бравые ребята в форме, песни их подхватывает весь двор. Берущие за душу стихотворные строки, все это дарит радость. Но забыть о страшных фронтовых днях не дает. Страшно тогда, когда при тебе гибнут люди. А я служила в авиации. И мы встречали и провожали только самолеты. И на пятый день, провожая в полет полностью полк самолетов, не вернулся командир нашего полка. О том, что это такое, страх за себя, товарища, подругу, любимых. Борьба с собой, необходимость идти вперед через «не могу» рассуждают и совсем молодые ребята. Не столько понимают, сколько пытаются представить. Страх в основном, потому что если увидеть это в хороших фильмах, то реально вызывает такое. Мурашки. Мурашки, потому что такое люди пережили. Это, конечно, очень грустно. Но, надеюсь, мирное время будет долго еще, и мы будем только вот так порадовать смотреть. Несмотря на то, что торжественное шествие не анонсировали, ввиду коронавирусных ограничений, увидеть своими глазами цвет сибирских военных сил пришли многие. Это добрая традиция и главное событие Дня Победы. Мы склоняем голову перед бессмертным подвигом народа-освободителя, народа-труженика, народа-богатыря. Любые слова меркнут перед тяжестью испытаний той войны и счастьем долгожданной победы. Много сегодня в Красноярске и гостей. Эта семья приехала из Иркутской области. В праздничном шествии сын и брат. Эмоции какие это, ну, для меня лично, я очень переживаю. Не представляю, что переживали тогда люди. Все эти четыре года пока это длилось. И я не знаю, это не описать ни парадами, ни одним днем победы, то, что они сделали для нас. В это время в еще одном дворе поздравляют с праздником женщину, спасшую на войне десятки жизней. Анна Пантелеевна Гулы трудилась с санитаркой, участвовала в ожесточенных боях за Москву и дождалась победы в 45-м. Сегодня ей 98, и она помнит каждый из своих боевых дней. Мы воевали за вас. И потому так важно, чтобы о боевых заслугах этой скромной старушки узнал весь двор. Громко, через рупор, торжественно. И чтобы никогда не забывали о подвигах героев, живущих по соседству. Ведь они подарили нам мирную жизнь. Полина Каминская, Алексей Гусев, Енисей. Новости.